Море это главный учебный класс новой водолазной школы, которая открыла свои двери в Одессе. Теперь в нашем городе готовят водолазов не только для ВМС, но и для других силовых структур. Пока первый курс это 12 человек. Срок обучения 2 месяца. Новое учебное заведение только делает свои первые шаги, потому эти цифры вскоре могут увеличиться. Часы теории позади, потому самое время проверить свои знания на практике. Сегодня в расписании отработка ориентирования водолаза с помощью сигнального конца. На гражданском языке это значит, что водолазы учились понимать, что именно от них требуют те, кто с определенной частотой дергает за веревку на берегу. Сейчас здесь 12 курсантов, и эти спуски для них только вторые. Через два месяца они не станут боевыми пловцами, а всего лишь обычными водолазами, поясняют инструкторы. После завершения курса им будет присвоена первая работничная квалификация. Я водолаз, обычный водолаз, то есть условия спусков, они будут допущены до отработки спусков и простых обычных работ на глубинах до 30 метров. Далее, для того, чтобы выполнять какие-то специальные завдания, им нужно будет повторно прийти до нас в водолазную школу. Для повышения квалификации нужно пройти другой, более сложный и интенсивный курс в школе. Интересно, что двери спецшколы открыты не только для военных. Обучение здесь могут проходить и представители других силовых структур. К примеру, полицейские. В их рядах уже год, как создан подобный отряд. Перед тем, как спуститься в море, курсанты прошли отбор, а потом учились бороться со стрессом в бассейне. Нормативы были – это сдача на открытой воде плавания, то есть без костюма, в такую погоду. Надо было проплыть 450 метров. После плавания сразу же мы сдали силовое упражнение, отжимание, пресс, потом подтягивание и после этого все бег. Мы работали без аппаратов, ныряли на глубину 5 метров в бассейне, искали маску, ласты. То есть это надо переоборотить. Свой организм надо переоборотить. И это можно сделать. Главное, чтобы было желание. В конце двух месяцев обучения курсантов ждет трехдневный зачет и вручение сертификатов. Инструкторы говорят, что пытаются найти оптимальный баланс между теорией и практикой. Здесь много еще сырое, признаются военные и просят не судить строго. Первый курс, первые погружения, первые ошибки и успехи. Да и школа как таковая – это классы на спецсудне «Лесозаводск». Но скоро у военных будет своя автономная учебная база. Уже спроектованы и напротив следующего года будут побудованы начальные тренировальные комплексы, удовольствия и подготовки, где будет весь спектр тренажеров, бассейнов, башен. То есть в следующем году мы будем выкорбовывать свою начальную материальную базу, которая будет побудована в следующем году. Материально-техническая база школы пока слаба, говорит начальство. Но основные закупки недостающего оборудования и техники запланированы на следующий год. Здесь пока обучают обычных водолазов, а вот элиту боевых пловцов рассчитывают готовить в 2021 году. Но военные рады и этому, ведь впервые за пять лет у государства появилась своя уникальная школа подводных бойцов.